Достоинство поминания Аллаха Аллах Всевышний сказал Так помните же обо мне, и я вспомню о вас Благодарите меня и не проявляйте неблагодарность по отношению ко мне Сура Корова, аят 152 Аллах Всевышний также сказал О те, кто уверовал, поминайте Аллаха много Сура Союзники, аят 41 Это значит, поминайте Аллаха языком во всех обстоятельствах Поскольку человек всегда проявляет либо покорность, либо ослушание И всегда наслаждается благоденствием или находится в беде Если человек проявляет покорность, он должен искренне поминать Всевышнего Аллаха И просить его о содействии и о том, чтобы он принял его благие дела В противном же случае ему следует молить Аллаха о том, чтобы он Он принял его покаяние и простил его Если человек живет в благоденствии, он должен поминать Аллаха, выражая ему благодарность А если попадет в беду, ему следует поминать Аллаха, проявляя терпение Говорят также, что это значит, как можно больше славьте Аллаха подобающим образом Кроме того, возможно, что под многократным поминанием Аллаха подразумевается занятость делами поклонения Поскольку все его виды имеют непосредственное отношение к поминанию Аллах Всевышний также сказал Поистине, для мусульман и мусульманок, много поминающих Аллаха Приготовил Аллах прощение и великую награду Сура Союзники, аят 35 В этом аяте выражена похвала мужчинам и женщинам, поминающим Аллаха языком Много поминает Аллаха тот, кто почти постоянно поминает его сердцем или языком, или же и сердцем, и языком Чтение Корана, подобно поиску знания, также является поминанием Передают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Если мужчина проснется ночью и разбудит свою жену, после чего они вместе совершат молитву в два раката Их причислят к тем, кто много поминает Аллаха Много поминающим Аллаха является такой человек, который постоянно поминает его утром и вечером А также в разное время дня и ночи Произнося те слова, которые, как известно из Сунны, произносил пророк Да благословит его Аллах и приветствует Аллах Всевышний также сказал Поминай Господа своего про себя утром и перед закатом покорно, со страхом и негромко И не будь одним из беспечных Сура ограды, аят 205 Здесь слова перед закатом означают В промежуток времени между послеполуденной, асар, и закатной, магриб, молитвами Передают, что пророк, мир ему и благословение Аллаха Сказал Человек, поминающий своего Господа И тот, кто его не поминает, подобны живому и мертвому Здесь человек, пренебрегающий поминанием Сравнивается с покойником по той причине, что он не может принести никакой пользы ни себе, ни другим Передают, что однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха Спросил людей, не сообщить ли вам о лучшем и самым чистом и благословенном из дел ваших перед вашим владыкой О деле, совершая которое, вы возвыситесь в наибольшей степени И которое для вас лучше расходование золота и серебра И встречи с вашими врагами, которые станут рубить головы вам И которым станете рубить головы вы Они стали говорить Да, конечно И тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха Сказал Это поминание Аллаха Всевышнего Передают, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Всемогущий и великий Аллах говорит Я буду таким, каким считает меня раб мой И я буду вместе с ним, когда он станет поминать меня Если он помянет меня про себя, то и я помяну его про себя А если он помянет меня в обществе, других людей То я помяну его среди тех, кто лучше их Если раб попытается приблизиться ко мне на пять Я приближусь к нему на локоть Если он попытается приблизиться ко мне на локоть Я приближусь к нему на сажень А если он направится ко мне шагом То я брошусь к нему бегом Я буду таким, каким считает меня раб мой Здесь речь идет о таких случаях Когда человек считает, что получит ответ на свою мольбу Или считает, что его покаяние будет принято Или считает, что получит прощение, когда просят простить его Или считает, что получит воздаяние за дела поклонения Если он выполняет их, соблюдая все необходимые условия Основанием для этого являются обещания Аллаха И его посланника, мир ему и благословение Аллаха Сказавшего, взывайте к Аллаху, будучи убежденными в том, что получите ответ Вот почему каждый должен стараться выполнять свои обязанности Не сомневаясь в том, что Аллах примет его дела и простит его Поскольку это было обещано им А он не нарушает своих обещаний Если же человек уверен, что Аллах не примет его дела И они не принесут ему пользы Или предполагает это Значит, он отчаялся в милости Аллаха Что является тяжким грехом И тот, кто умрет в подобном состоянии Будет вверен своим предположениям С другой стороны Если человек надеется на прощение Упорно продолжая совершать грехи Это является проявлением самообольщения и невежества в чистом виде Привел Ибн Хаджир И я буду вместе с ним, когда он станет поминать меня Об этом же говорится и в Коране Поистине Аллах с богобоязненными И теми, кто совершает благие дела Сура Пчелы, аят 128 Однако это касается только верующих Которым Аллах оказывает содействие Проявляя о них заботу и оберегая их Если же говорить обо всех без исключения То о пребывании с ними Аллаха Который знает о делах каждого своего создания В Коране сказано так Не бывает тайной беседы между тремя Чтобы он не был четвертым Или между пятью Чтобы он не был шестым Или между большим или меньшим количеством собравшихся Без того, чтобы он не был с ними Где бы они ни находились Сура, препирательство, аят седьмой Если он помянет меня про себя То и я помяну его про себя Смысл этих слов таков Если он будет тайно поминать меня Свидетельствуя о том, что у меня нет никаких недостатков И испытывая страх передо мной Я тоже помяну его про себя То есть непременно дарую ему награду И буду оказывать ему милости И хранить его Передают со слов Абдуллаха бин Бусра Да будет доволен им Аллах Что как-то раз один человек сказал О посланник Аллаха Поистине установлений ислама для меня слишком много Так сообщи мне о чем-нибудь таком Чего я смогу придерживаться неуклонно В ответ ему пророк Мир ему и благословение Аллаха Попросил Пусть язык твой без устали поминает Аллаха Передают, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Корана Запишется одно доброе дело А за каждое доброе дело Воздастся в десятикратном размере И я не говорю, что Алиф, Лям, Мим Это одна буква Нет Алиф, буква Лям, буква И Мим, буква Передают, что Укба ибо намер Да будет доволен им Аллах Сказал Однажды, когда мы находились под навесом мечети Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Вышел из дома и спросил Кто из вас хочет каждый день Отправляться утром в Ваде Будхан Или в Ваде Акик И приводить оттуда по две верблюдицы С огромными горбами Для чего не понадобится не совершать ничего греховного Не порывать связи с родственниками Мы сказали О посланник Аллаха Все мы хотим этого Тогда пророк Мир ему и благословение Аллаха Сказал Так не ходить ли каждому из вас по утрам в мечеть Где человек может изучать или читать По два аята из книги Аллаха Что для него будет лучше двух верблюдец И три будет лучше трех Четыре лучше четырех И любое их количество Будет лучше такого же количества верблюдец Передают, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Того, кто сидел в каком-либо собрании Не поминая Аллаха Равно как и того, кто лежал где-либо Не поминая Аллаха По воле Аллаха постигнет утрата Передают, что пророк Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Людей, находившихся в таком собрании Где они не поминали Аллаха Всевышнего И не обращались к нему с мольбами За своего пророка Обязательно постигнет горе И Аллах подвергнет их наказанию Если пожелает А если пожелает, то простит Передают, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Люди, покидающие собрание В котором они не поминали Аллаха Всегда покидают нечто подобное Туша дохлого осла И их постигнет утрата Субтитры создавал DimaTorzok